Друзья, всем привет! У нас стартуют очередные крипто-новости. Если вы еще не подписаны на наш канал, сделайте это обязательно. Поставьте лайк, напишите комментарий. Для нас это очень важно. И если вы хотите заниматься майнингом, абсолютно легально, покупать белое оборудование, наши партнеры, компания Алгоритм, продает такое оборудование, обслуживает, есть майнинг-пулы и все остальное. Дальше в новостях расскажу, почему майнинг в России стал выгонять. Даже президент наш об этом говорит. Дослушайте до конца. И начнем с новости, что индекс страха и жадности находится в экстремальном страхе. 22. Такого давно не было. Люди боятся. Люди не покупают активы. Активность прям вот спала на рынке очень сильно. Мы тоже видим, что действительно как бы торги, рекламодатели, разработчики и все-все все сидят в каком-то ожидании. Все думали, что будет рост летом. Роста не произошло. И люди боятся. Страх действительно очень сильный. Но как раз таки на страхе и нужно покупать. Нужно покупать активы. Когда страшно, нужно брать. Да, и я думаю, что все-таки это хорошая точка входа, не финансовый совет. Рынок вам дает возможность зайти. Да, потом будете говорить о том, что биткоин по 55. Блин, жаль, не купил. Вот верните по 55, куплю. Я уже такое слышал. Прошлый бычий рынок, когда там B&B говорили. Верните по 200, куплю. Когда он там по 690 был. Потом B&B по 200. Я говорю, ну что, купил? Ой, нет, что-то в этот все валится. Весь рынок буду ждать по 100 B&B. Ну, в общем, как всегда. Поэтому, когда страшно, надо брать и продавать потом как раз таки на экстремальной жадности. Вот примерно так это работает на рынке. Биткоину грозит краткосрочное падение в 47 тысяч долларов. Некоторые говорят и до 40. Может быть просадка перед ростом, разворотом. Да, все может быть. Какие-то там данные по американским работодателям. Что-то опять какую-то ерунду придумывают. Нам говорят о том, что поэтому биткоин падает. Ну, по мне это бред. Манипуляция рынка идет. Ну, вот вы видите, да? Все покупают. ETF одобряют. Все скупают. Все скупают. А биткоин падает в цене. Ну, это все, я же говорю. То есть опять такие манипуляции рынка. Поэтому до 40 может сходить. Почему бы и нет. Да, то есть еще лучше будет точка входа. А объем транзакций в сети биткоина упал на 30%. То есть биткоин не переводят, не покупают, не двигают. Торги есть, торги есть на бирже. То есть вы смотрите, ну блин, торгуется же биткоин, там что-то делают. Да это не биткоин торгуется, это цифры торгуются на биржах. Да, просто циферки, которые к биткоину отношения, это в принципе никакого не имеет. А в сети именно упали транзакции на 30%, а может быть даже и больше. То есть это на момент записи. Сизи полностью отстранили от управления Binance. Навсегда, пожизненно. А говорили о том, что 3 года нельзя будет управлять платформой Binance. Сейчас пожизненно. Но он все-таки является крупным акционером, самым крупным акционером. И имеет вес на принятие решений. Отжали бизнес. Как говорится, да, вот хотели выйти, вроде как говорили, что Binance выйдет на IPO. И могли тогда размыть долю Сизи. Но пока что этого не происходит. Сизи главный акционер вообще, то есть Binance. Поэтому не думаю, что пока что что-то будет происходить. Но все же, да, то есть влияние он пока что имеет. Но дальше что будет происходить, непонятно. Но отжали бизнес. Вот такой вот бизнес был. Что-то сделало не так. И все на этом. Бизнеса у тебя практически нет. Не управляешь ты им. Поставили другого человека. Число холдеров TRX превысило 111 миллионов. Вы знаете, ну сумма внушительная. Я, как и говорил, да, что именно TRX, да, Tron будет в этом цикле, в бычем, будет расти. Потому что очень много пользуется кто USDT. Все обменники в основном пользуются USDT на TRX. Плюс очень много сейчас там MAM coin'ов строится на TRX и так далее. Да, то есть сеть растет. Растут холдеры, монеты. Поэтому этот бычий рынок для TRX, я думаю, что будет очень, ну такой прям бычий. Да, поэтому если вы не купили еще TRX, можете присмотреться и купить себе в портфель. Но это не финансовый совет. Путин назвал Россию одним из лидеров по майнингу в мире. И это действительно так. Еще называют Иркутск и вот там северные города столицей майнинга, да, то есть мировой. Потому что там электричество дешевле. Путин назвал то, что бизнес это неплохой. Неплохой действительно, потому что он приносит деньги. Сейчас оборудование стоит недорого. Кстати, у наших партнеров можете приобрести по ссылочке внизу белое чистое оборудование. Сейчас это легально. Вы можете на свое ЭПО купить оборудование. Если вы не хотите этим заниматься, наши партнеры также могут поставить вам майнинг пул. И вы просто будете зарабатывать. Поэтому сейчас это в принципе неплохая точка входа, да, покупать оборудование еще не поздно, да. Сейчас прошел халвинг, биткоин на низах, оборудование стоит недорого. Поэтому еще можно зайти и зарабатывать. Ну, если президент даже нашей страны говорит о том, что это неплохой бизнес, поэтому присмотритесь. Думаю, что в будущем об этом не пожалеете. Потому что сейчас, я говорю уже опять, да, неплохая точка входа в майнинг. Новые инвесторы удерживают цену монеты ТОН. Очень большая просадка идет. И около 91% держателей ТОН сидят в минусе. Слава богу, что не продают. Но некоторые на панике начинают продавать. Потому что все-таки с Павлом Дуровым непонятно, что будет. Пока что его отпустили. И запретили выезжать из Франции до 2025 года. На полгода, по-моему, там запретили. И плюс большой залог он должен внести. Пока уезжать он оттуда не может. С экосистемой ТОН все будет в порядке. Даже если он там сдаст ключи, не сдаст ключи. Все равно все это будет работать. И кому сейчас страшно, они продают. Но все-таки основные держатели ТОНа 91% в минусе сидят. И инвесторы, те, которые новые приходят, они сейчас покупают и спасают цену монеты. Но говорят о том, что Павел Дуров продал большое количество биткоина, чтобы удержать цену. Потому что давление продавцов было очень-очень сильное. Я думаю, что это правильный шаг, чтобы удержать все-таки монету. Чтобы не было никакого паник сейла. Я думаю, что все-таки ТОН нам еще покажет. Покажет рост в этом цикле 30-50 долларов. Но это лишь мое мнение. Это не финансовый совет. Шиба-Ину говорят о том, что готова привести прибыль своим держателям. На самом деле, очень большое комьюнити у Шиба-Ина. У них есть свой свап, блокчейн, еще что-то. То есть это не просто Мэмкоин, там смарт-контракт выпустили и все. То есть это экосистема, экосистема большая. И вот Доги-Коин тоже, это блокчейн, я уже это говорил. Но Шиба, это тоже просто не просто Мэмкоин. За ним стоит огромное комьюнити. Огромное по всему миру. Это просто безумное какое-то комьюнити. Плюс это не просто смарт-контракт. Это действительно экосистема со своими свапами и так далее. То есть присмотритесь к этому проекту. Может быть сейчас купить немножко тоже Шиба стоит. Потому что все эти монеты, они в принципе лежат на дне. И сейчас надо откупать 10-е дно, как говорят. То есть падает, падает, падает. Откупаем уже 10-е дно на Мэмкоинах. Вот ребята нам шутят так. BTC ETF продолжает терять свои средства из-за угрозы севернокорейских хакеров. А тут придумывают опять какую-то севернокорейских хакеров. Какую-то угрозу. По мне так это просто запугивание инвесторов, чтобы люди продавали свой биткоин. Продавали по 40, по 30, чтобы вытащить эти биткоины. Потому что их мало. Их мало действительно биткоинов оригинальных. Не просто циферки. Именно ваши биткоины хотят у вас забрать. Я бы сейчас не продавал. Нет смысла, если вы еще покупали действительно. Даже пусть если вы в минусе сидите небольшом и уже устали. Не продавайте. Держите. Смысла нету продавать. И у вас просто эти монеты хотят забрать. И когда цена вырастет, вы, я думаю, что в этом пожалеете. Поэтому не смотрите вот эти новости, которые на панике. BlackRock там сами еще и пишут о том, что у них все плохо. Отток капитала идет и так далее. В это я не верю. Но такие вот новости вот проходят, что у них там плохо все. Бывшему игроку NBA Chicago Bulls Котти Пинену приснился Сатоши Накамото. Он ему предсказал, что рост биткоина будет. Вот такая хорошая новость. И на ней и закончим. То есть мы, конечно же, верим в рост биткоина. И он однозначно будет. Если вам понравился наш сегодняшний выпуск, поставьте лайк. Напишите комментарий. Для нас это очень важно. И, конечно же, подпишитесь на наш канал. Если хотите быстрее узнавать новости из мира крипты, подпишитесь на наш телеграм-канал Crypto Emergency. Всем хорошего дня. Пока-пока.